В начале осени в Украине рекордно подоржали крупы с салом и мясом. Сезонное ли это повышение и какие цены сейчас на одесских рынках? Идем разбираться. Первым делом отправляемся в мясной корпус, ведь по информации Государственной службы статистики, по сравнению с прошлым годом, осенью 2021 цены на куриное, филе, говядину и свинину выросли в среднем на 20%. Дешевле, чем за 100 гривен килограмм мяса вам продадут только если ваше имя Николай, фамилия Чищенко, а в руках удостоверение Нердепа. Говядинка начиная от 120 и заканчивая 200. Смотря какая часть. 120 это гуляш, кусочки. Шейка идет чуть-чуть дороже, лопаточка еще дороже. А эта задняя часть, она идет более, видите, красивая, чистенькая, без всяких прожилочек, она еще дороже. Свинина стоя 150-160, задняя часть 150 лопатка. Главными причинами увеличения стоимости продавцы называют подорожание зерна, которое идет на корм животным. Причина в кормах. Корма дорогие. Вот за этого и выросло все. И в связи с избытком мяса. Меньше держат люди. Меньше сейчас выращивают. Вот за это все. Сало и вовсе может превратиться для украинцев в деликатес. Ведь за килограмм теперь просят выложить 200 гривен. Такой резкий и ощутимый скачок цен вполне объясним. Украинские промышленные производители выращивают мясные породы свиней. А сольные откармливают в частных хозяйствах, количество которых за последние 10 лет уменьшилось вдвое. Потому что домашние свиньи никто не хочет держать. Зерно дорогое, кормление сильно дорогое. И люди просто не держат свиней. Чтобы найти одну свиню, надо целую неделю ездить по селам, шукать, чтобы одну свиню не пить. У фермерских свиней там сала нет, там такое тонкое сало. А в домашних свиней есть и толстое, есть и тонкое. А люди хотят зимой что? Сало. В начале осени эксперты прогнозировали также и подорожание цен на молочные продукты. К счастью, для потребителей пока обошлось. Продавцы на рынке рассказывают, что цены на молочку остаются прежними. Сметана 100, яйца 50, творог 70, 120, 140 даже есть. Цены стабильные. Летом чуть было дешевле. Сейчас немножко меньше молочки, поэтому немножко поднялась цена. Это уже года 3-4, наверное, такая цена. Чего не скажешь о крупах. Килограмм гречки обойдется одесситам в 54 гривны. И это еще не максимум. По словам продавцов, они ожидают повышения до 60 гривен. И эта тенденция касается не только гречки. Мы не покупаем товар спустя месяц. Мы его покупаем в течение недели раза 2-3. И цены растут в период. Сегодня гречка у меня закончится, я завтра поеду покупать. Цена одна. То есть у меня через 2 дня я поеду покупать, цена другая. Это, ну, гречка та же. Почему цены скачут, я не знаю, честно. И это не только по поводу гречки. Это по поводу всего. Цена была, например, 20, сейчас 25. Кус-кус был 48, стал 68. А вот борщевой набор пока не подорожал. Ведь еще есть овощи с полей и огородов. Как только перейдут на тепличные, тогда и цена поползет вверх. У нас цены остались те же самые, что с осени. Лук, морковочка, бурячок, картошечка, капусточка. Все по 15 гривен. Так и было, так и осталось. Ничего не подорожало. Пока еще идет продукция с поля. Еще цены такие. Потом, когда уже зимой все заложат склады, тогда уже цены будут другие. Помидоры уже идут с теплицы. С поля помидоры уже закончились. И цены нормальные. От 40, 35 красненькие, микадочки 40, 45, 50. Так же и было. Ну, может, на пятерку подорожали. Огурчик подорожал. Огурец уже с теплицы. Отапливается теплица. Огурчик 60 гривен. Стоимость свежей зелени немного повысилась. Сказываются морозные ноябрьские дни. Зелень в ассортименте та же. Что и летом, что и сейчас. Просто цены немножко изменились. К примеру, петрушка, укроп, лук остается в той же стоимости по 10 гривен за пучочечки. Салатик поднялся в цене. На 5 гривен был 15, стал 20. Листовой сельдеречек был 15, стал 20 у нас. Шпинатик тоже немножко повысился в цене. Был 15, стал 20. Кинза идет 40 пучок. Но тут же надо смотреть на пучок. Понимаете, цена это одно. Вот смотрите, объем такой. Делим сколько человеку надо, столько предоставляем. Что касается цен на фрукты, то свои. Домашние по кошельку не ударят. Те же яблоки даже немного подешевели по сравнению с ноябрем 2020. Доступные цены все у нас. И на яблочки, и на грушки. На все. На мандарин, киви. По сравнению с прошлым годом, это может даже дешевле. Яблоки, киви, мандарины. Все дешевле намного. В том году яблоко и 40, и 35, а сейчас и 20, и 15, и 12, и 10. Смотря разного сорта яблок. Самый дорогой это 25 гривен. А вот импортные вкусности, разумеется, обойдутся дороже. Импортный товар тоже доступный. Мандарин 50, 60, самый такой хороший. Вот испанский идет 70, потому что он всегда был. В том году и 90, и 80 было. В этом году он не намного. На 20 рублей все дешевле. Проинспектировав рынок, возвращаемся с покупками. Спасибо.